Кристина, готова? Да, поеду. Письмо начинается очень решительно. Кириллу Шевыреву уже доводилось играть роль в пьесе «Мертвые души», когда он учился в театральном вузе. Сейчас, говорит, ответственности больше, ведь ему доверили исполнить главную роль – Чичикова. Как он говорит про себя, я не значи червь мира сего, но в основе своей, я думаю, что он прикрывается за этой маской, и за ним стоит такой большой человек, очень умный, очень хитрый, и, я думаю, ну, такой гений, гений своего времени. Спектакль поставил режиссер из Санкт-Петербурга Ольга Парфенова. С «Самарской труппой» уже приходилось работать, рассказывает девушка. Творческий тандем сложился давно. В этой постановке «Мертвых душ» решили далеко не отходить от классического прочтения. Мы, как и многие исследователи творчества Гоголя и непосредственно «Мертвых душ» зацепились за то, что Чичиков идет на бал в брусничном фраке. Это отсылки сразу к Мефистофелю, который ходил в красном фраке. И вот наша история закручена на этом элементе, на брусничном фраке Чичикова. В основе своей лежит хрестоматийная литература с диалогами, с отступлениями. То есть Гоголя узнаем, мы его не трогали. Мы пытались просто вскрыть что-то еще. Первая премьера в Молодежном художественном театре «Мастерская» состоялась в 2018 году. На сцене исключительно молодые актеры. По мнению художественного руководителя, именно в спектакле по пьесе Гоголя у актеров есть шанс как нельзя ярче раскрыть свой талант. Гоголь – это автор, я так понимаю, для молодых. Потому что когда очень взрослые люди говорят «это Гоголь, это не Гоголь», это не значит, что эти люди знают, что такое Гоголь. Гоголь – это в первую очередь фантасмагория. Гоголь – это в первую очередь то, что мучило его, то, что не давало ему покоя. А как, разве молодой человек может быть покоен в этом мире? Нет. Ему как раз все не дает покоя, и он как раз жаждет чего-то, ему хочется еще многого достичь, многое понять. Поэтому я думаю, Гоголь – это как раз для молодых. Премьера запланирована уже на эти выходные. Неизменную классику покажут на сцене ДК «Железнодорожников» имени Пушкина. Михаил Ермоленко, Мария Левина, Николай Епифанов. События.